Приветствую вас, Михаил. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете, значит, «Моя девушка 23 года, мне 24, встречаемся уже в летний год». Ну, здесь надо сказать, что, блядь, год — это год переломный, когда между вами либо появляется что-то общее и появляется какое-то уважение, что-то большее, чем, например, просто влюблённость, либо не появляется, и люди расстаются. Поэтому это нужно учитывать обязательно. Значит, «Донат постоянно делает виноватым во всём меня, я так понимаю, срывается и рюкзак резана». Ну, а здесь, наверное, хочется сказать вам следующее, что человека нельзя сделать виноватым во всём, если он только этого не позволяет. То есть, я могу предположить, что вы своей девушке позволяете делать себя виноватым. А вот, почему вы позволяете своей девушке делать себя виноватым? Это вопрос, на который, ну, нужно постараться найти ответ, вот, в противном случае ситуация вполне может постараться. Вот. Так что, здесь, на мой взгляд, очень важно отделить одно от другого. Если вы понимаете, конечно, о чём идёт речь. Если вы понимаете, конечно, что я хочу сказать вам. Вот. Значит, вы сами позволяете девушке делать вас виноватым. По какой-то причине. То есть, есть некоторые основания, по которым вы позволяете девушке делать себя виноватым. Ну, я полагаю, что, как минимум, надо бы определить, что это за основатором. Как минимум, как минимум. Дальше. У девушки есть ребенок 4 года, который называет меня папой. И что? Суть проблемы в том, что она постоянно что-то скрывает. Проблема для кого? Ну, для кого это проблема? Что она что-то скрывает? Для вас проблема? Или для... Кого? Просто... Просто... Не очень понятно. Ну, она скрывает, потому что... Боится. Потому что стыдится. Потому что... Не доверяет. Ну, стандартная история достаточно. Для женщин, у которых есть... Дети. Вот. Люди просто... Ну, такие люди просто... Не умеют... Не умеют доверять. Вот. Боятся довер... Да, доверятся. Вот. И здесь... Ну... На мой взгляд... Ну, относиться... К этому... Нужно естественно... Спокойно. Спокойно. С... Пониманием. Вот. Ну... Мне так... По крайней мере... Ведут. Вот. Дальше. А-а-а... Так. Когда я узнаю об этом, она говорит, что я бросился и лизгился. Ну, да. Это вот. Нежелание графики раскрываться. Сегодня днем, она попросила мой телефон и я сказал, что без проблем дам ей его при условии, что она покажет свой. А... Почему вы... Эм... Ставите... Ставите... Условия. Эм... На мой взгляд. Это важно. Так вот, это... Отношения... Ну... Отношения... Эм... Такие... Своего рода дашь на дашь, получается. Но это не самый лучший расклад. И ее поведение, да, такое вот агрессивно, оно может быть связано как раз с этим, что она боится, что вы ей не доверяете, а боится, что вы не делаете ничего для нее просто так. То есть понятно, что это не так, понятно, что это неправда, но она это утрирует. И непонятно, кто-то, зачем ей ваш телефон. Так, значит, после чего весь мусор линулся наружу, я узнал, какой я плохой, что меня не обидят, пока ее словами. Возьмем про каждый слэш, вызван сильнейшего агрессивно, не знаю, что делать. Помогите. Ну, для начала надо бы разобрать, чем вас задевают ее слова, и задевает ли вообще, вот, именно выделяется ее слова. если задевает, то как и все, а дальше уже будет видно. Вот. Потому что сейчас, сейчас, ну, вы немножко, в никуда задаете свой вопрос. Поэтому имейте, по-моему, в виду. Вот. Опять же, что делать, чтобы что, и помочь вам в чем, Михаил. Идеальным вариантом было бы обратиться вам обоим к психологу, к семейному, да, и поговорить просто. Вот. А так, вам нужно формулировать свою проблему и ее решать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok.